Каждый ребенок хочет узнать об этом мире больше. Конечно, не каждый может объехать весь земной шар и заглянуть в каждый уголок этой прекрасной планеты. Ведь и целой жизни может не хватить, чтобы увидеть все своими глазами. Но не стоит расстраиваться, мои дорогие друзья. Ведь у всех нас есть верный путеводитель, наше воображение. Только представьте, куда оно может вас привести. Просто закройте глаза и представьте то место, в котором вы бы очень хотели побывать. Попробуйте, это действительно работает. Так делал юный Степа, который очень любил узнавать все новое об этом мире. В школе Степа обожал географию и естествознания. Он готов был сидеть на уроках часами и слушать интересные рассказы учителя о том, как устроен этот мир. Почему солнце встает на востоке, а садится на западе? Как живут люди в других странах? Об их культуре? Почему они говорят на других языках? Все эти вопросы не давали Степе покоя. И приходя домой, вместо того, чтобы играть во дворе с другими ребятами, Степа садился за книги и часами крутил глобус, изучая его. Степа часто говорил своим родителям, почему бы нам не съездить в какую-нибудь страну? Или давайте съездим на Северный полюс и посмотрим полярную ночь и белых медведей. Но его родители были слишком заняты и много работали, чтобы заработать себе и Степе на жизнь. И не могли позволить себе ездить по всему миру. Тогда Степа закрывал глаза и начинал представлять свое путешествие по странам. Его воображение уносило далеко за пределы его комнаты. Он мог побывать на любом континенте, общаться с кем угодно и делать все, что он захочет. Стоило ему только представить это. Так и проходило детство Степы. Он много читал, смотрел фильмы о природе разных странах и учил языки. А потом закрывал глаза и уносился в путешествия. А когда Степа подрос и стал самостоятельным, то смог отправиться в настоящее путешествие по всему миру. На этот раз он увидел живую много красивых уголков планеты. И побывал в разных странах. И даже смог взять с собой своих родителей. И путешествия давались Степе легко. Ведь он много знал об этих местах. Говорил на разных языках. И уже бывал здесь в своем воображении. Не расстраивайтесь, друзья, если вы не можете поехать куда-то прямо сейчас. Ведь вы всегда можете побывать там в своем воображении. Ну что, вам нравится история? Тогда оставайтесь со мной, и их будет еще больше. Договорились?